Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Гетманов. В этом видео я вам расскажу о прочитанных книгах за последние пару месяцев. И здесь надо сделать оговорку, что читаю я сейчас не в больших объёмах, как мне это хотелось бы, но при этом я всё равно стараюсь читать любую свободную минуту. И книги читаются, слава богу, сейчас нет того периода, который у меня был с конца 22-го года по конец 23-го года, когда я практически ничего не читал. И есть у меня теперь, хоть и долго, но всё равно накапливается материал для того, чтобы вам что-нибудь рассказывать. Итак, о чём бы я сегодня хотел поговорить в первую очередь, это Фёдор Михайлович Достоевский и его роман «Преступление и наказание». Я уже в прошлом видео рассказывал, что изначально я взял «Преступление и наказание» почти так перед сном, для того, чтобы лучше засыпалось, поскольку на тот момент я читал Виктора Дашкевича и его «Колдуна Российской империи». А там были такие события, что как-то у меня всё время на подъёме было настроение, организм толком не засыпал, мозг не хотел спать. Я думал, надо взять, попробовать что-нибудь из классики, возьму Достоевского. Но, скорее всего, у меня будет это вот помогать для сна. Но после того, как я прошёл первую же главу, да, мне, конечно, захотелось спать, но при этом я про себя понимал, что «а мне нравится». То есть в школе, когда мы это проходили на уроках литературы, мне как-то было скучно, хотя сам сюжет немножко мне был достаточно интересен, но то, как это всё было написано, мне было скучно. И я так вот уже сколько, почти 10 лет не возвращался к Достоевскому. Хотя нет, я в сентябре 2018 года прочитал «Униженные и оскорблённые». И честно скажу, на тот момент мне нравился язык, каким пишет Достоевский, но то, что там происходило, меня аж прям раздражало. Это не нравилось, у меня был какой-то депрессняк, мало того, что осень, так ещё и там. Непонятно, какое настроение, всё в бедноте, всё как-то странно. Ну, в общем, да, я потом решил на несколько лет забыть про Достоевского. Но в этом году почему-то решил купить, именно обращал внимание на оформление. Думаю, скорее всего, в этом оформлении я и буду читать. Так и произошло. По итогу, это у меня ещё книга стала вторым пунктом в марафоне, который я сейчас прохожу, который проводит Юлия Букса Раундами. Не могу сказать, что это прям бросило мне вызов, роман, по итогу. Потому что мне было очень интересно, мне очень нравилось. Мне интересно было, что же тут дальше, поскольку многие моменты сюжетные я уже успел забыть. И многих персонажей, кстати, тоже. Я не смотрел ни одну экранизацию, поэтому слава богу, что так произошло, что в этот раз мне прям запойно прочиталось «Преступление и наказание». Я читал большими объёмами. Бывало, что ночью опять тоже была бессонница, я не мог уснуть. Думаю, ну а что я время буду терять, всё равно не сплю. Почитаю. И прочитал там за один присед страниц 50. Написано очень интересным языком, очень литературным. Много вводных слов, много вводных слов, которые здесь используются как наречия, которые в последней жизни мы уже не используем. И это было интересно с точки зрения русского языка, с точки зрения литературного именно языка, классического, потому что в последнее время мне попадаются, я сам в основном беру именно современные произведения, а что касается классики, такого языка я давно тоже не встречал. Последний раз вот в «Угрюм реке» Шишкова. Здесь мне очень понравился психологизм, который у каждого персонажа раскрыт. Тут такие характеры, такие персонажи. Мне было интересно наблюдать за всеми, вот абсолютно за всеми. И постоянно мне хотелось узнать, а что же дальше будет с этими персонажами. Здесь кто не читал, скажу сразу так. Ну вряд ли кто-то ещё не читал, но всё равно. Очень много диалогов, и диалоги такие красивые. Мне было интересно действительно вот, а как вот Раскольников будет общаться с этим персонажем, а как с этим и так далее. Потому что диалоги со всеми персонажами у него выходили абсолютно разные. Я сочувствовал практически всем персонажам. И Раскольникову, ну сопереживал. И Сонечке Мармеладовой, и её мачехе Катерине Ивановне, и Пульхере Александровне, матери Раскольникова, и сестре Дуне. Но при этом к Дуне у меня такое, немножко двойственное было отношение до определённого момента. Какие здесь есть ещё отвратительные персонажи? Ну а самый главный отвратительный персонаж, это Пётр Петрович Лужин. Здесь я даже обсуждать не хочу, потому что, хотя этих персонажей хочется обсуждать, честно скажу. И хочется обсуждать, хочется им сопереживать, сочувствовать. Некоторых хочется вот умыть руки, потому что это самый противный персонаж в этом произведении, в этой истории. Здесь очень красивое оформление, я уже не раз говорил. Ещё здесь противный очень персонаж, это, конечно же, Свидригайлов. Но у него всё-таки, именно, как я воспринимаю, сдвиг в голове, именно у него болезнь. У него с психикой не всё в порядке, у него именно болезнь. Так что здесь можно сделать оговорку, именно оправдание такое ему в его пользу. А Пётр Петрович Лужин, извините, он именно вот карьерист, именно чиновник, такой человек, который пойдёт по головам. И, на самом деле, чтобы быть чиновником, нужно быть таким человеком. Человеком скользким, приспособленцем, человеком, который, можно сказать, что бесчувственный. Потому что ту подлость, которую он здесь совершает, это не поддаётся никакому оправданию вообще. То есть, самый отрицательный персонаж для меня именно он. Раскольников для меня больше положительный персонаж, чем отрицательный. Хотя, конечно же, никто не будет оправдывать то, что он сделал здесь ещё в самом начале. И вот такие моменты хочется обсуждать практически каждого персонажа. Ты понимаешь абсолютно мотивацию и чувства Пульхерии Александровны как матери. Прекрасно понимаешь Сонечку Мармеладову, прекрасно понимаешь Екатерину Ивановну. И вот тут говорю, опять же, психологизм всех персонажей раскрыт максимально. И даже пристав Порфирий Петрович уже с самого первого его появления можно сразу представить его характер, его портрет, понять, что я вот в первой диалоге, из первой встречи с Раскольниковым уже понял, что этот человек тоже прекрасно разбирается в психологии, прекрасно знает психологию, использует её в своих методах. И он уже всё равно, как по мне, сразу из нескольких составляющих всё равно понял, что именно Родион Раскольников убил старуху-проценщицу и её сестру. Мне просто было интересно тоже наблюдать за тем, как, какими психологическими приёмами он пользуется. Именно как пристав, как следователь. И это, как по мне, гениально. Кстати, прослеживаются тоже какие-то такие параллели с самой судьбой Достоевского, когда он был приговорён к смерти, когда за минуту почти до смерти приходит приказ о помиловании и ссылке на каторгу. Очень много это прослеживается здесь в романе. И видно, что у него там бешеная переоценка ценностей произошла, естественно. И, конечно же, поэтому он прекрасный психолог. И он прекрасно психологически это всё раскрывает каждого персонажа. И мотивы, и побуждения, и мысли, и поступки всех героев. Ну, это просто шедевр. Это выше всяких похвал. Для меня вот прямо это открытие года, можно сказать. Хотя я всегда знал, что Достоевский классик мирового уровня, что его любят и в других странах. Но мне это было пока что непонятно до сего момента, пока я вот реально не прочитал. Скорее всего, мне нужно было... Не нужно было читать в школе, потому что тогда мне это было действительно скучно. А вот сейчас, 25 лет, мне это очень интересно. Это находит отклик у меня. И очень много мыслей Фёдор Михайлович даёт для рассуждения, для осмысления. Потому что вот действительно такая литература, во время чтения которой и после прочтения у тебя... Ну, она заставляет тебя думать, задумываться о каких-то вещах. И в этом ценность нашей русской классики. А теперь переходим к более современным произведениям. Так, начну с Брайана Стейвли, потому что я его брал ещё в начале мая. Это... Или даже в конце апреля, не помню. «Огненная кровь», вторая книга из «Хроник нетёсанного трона». Всё-таки не получается у меня прочитать всю трилогию подряд, как я это хотел, ещё зимой. И именно первую книгу я прочитал зимой, а вот вторую, видите, вот только в мае. И хочу сказать, что, как по мне, это ещё лучше книга, чем первая. Здесь ещё больше динамики, ещё больше событий, ещё больше политических интриг, ещё больше раскрытий персонажей того же Кадена, который здесь, честно говоря, вызывает такие противоречивые эмоции, потому что, ну, ты иногда думаешь, типа, что ты творишь, зачем? Ну, зачем ты это делаешь? Как бы мотивы твои, они здесь хоть и описываются, но для меня, как по мне, они не совсем убедительны. Дальше. Адер. Тоже странные у неё мотивы боевают её поступков, логика её поступков иногда вызывает вопросы. И третий персонаж. Валин, вот он, мне нравится, мне именно нравится наблюдать за его сюжетной линией и за сюжетной линией Адер. А вот за Каденом вот до сих пор, вот как и с первой книгой, немножко скучновато, хотя всё-таки здесь это было поинтереснее. Особенно мне было интересно здесь увидеть столкновения, можно сказать, Валина и Адер, потому что они волею судьбы и некоторых событий оказываются по разные стороны баррикад враждующих сторон. Здесь у нас появляются боги, появляются такие расы, как Кшештрим, естественно. Здесь много баталий, много каких-то таких, что мне нравится в таких фэнтези циклах, именно как здесь происходит дипломатия, политические все такие события, ну и военные, естественно, тоже события, потому что без них фэнтези всё-таки было бы менее интересным. Буду обязательно продолжать. Думаю, что всё-таки летом постараюсь прочитать третью часть, чтобы уже как можно скорее закончить именно эту трилогию. Брайан Стейвли тоже для меня открытие года, и в принципе, как мне кажется, по итогу многое из того, что было прочитано, будет у меня в любимчиках 2024 года. Так же, как и следующий писатель Виктор Дашкевич. Расскажу вам про вторую и третью книгу. Ну как, я буду в общих чертах, конечно же, рассказывать, но я в июне прочитал вторую книгу, и после того, как я её закрыл, в этот же день я начал Демона из пустоши, прочитал сто страниц там буквально, потому что оторваться было невозможно. Вторая книга заканчивается на такой ноте, на таком событии, что нужно срочно брать продолжение, чтобы узнать, что же там будет. И мне всё так же нравится граф Аверин, его трансформация, то, как он меняет своё отношение к дивам, и вообще, как он меняет своё отношение к женщинам, как он проводит свои дела, расследования, особенно всякие семейные тайны раскрывают, как они раскрываются и как он их воспринимает. Здесь много появляется новых дивов, новых персонажей, локаций, и мне очень нравится это оформление серийное, оно выше всяких похвал, это очень красиво. Здесь вот представлен список дивов и их классов, их классификация, Петербург, и очень нравится, кстати, императорский див, и очень нравится отношение Аверина с императором Александром V. Третья книга, кстати, я не могу сказать, что она прям затянута, здесь тоже много событий, она действительно толще, чем первая и вторая, но не намного толще, чем первая, странно, что вторая такая тоненькая, но в третьей все-таки тоже такая концентрация событий, что мне кажется, нужно было разбивать еще на один томик. Хотя здесь очень плотные события, происходят одно за другим, одно за другим, тебе некогда здесь скучать вообще. События, которые здесь происходят, они настолько эмоциональные, и что, я говорю, опять же, невозможно лечь спать со спокойной головой. Тебе так это все интересно, так это все нравится, отношения Аверина с Кузей просто выше всяких похвал, их развитие. Это отношения Аверина с Владимиром, тоже дивом управления. Опять же здесь продолжение отношений Аверина с императорским дивом, который встречается еще во второй книге. Я предвкушаю, уже жду, не дождусь, когда выйдет четвертая часть. Она должна выйти, скорее всего, в августе, может быть, в сентябре. И вот как только она выйдет, я постараюсь отложить все в сторону и взять именно ее, потому что невозможно, как интересно. И единственное, что мне здесь не хватает в этом цикле, это все-таки, наверное, описание персонажей, описание локаций. Хочется все-таки это как-то поподробнее, чтобы было расписано. Потому что события, отношения, действия, эмоции, динамика и так далее, баталии тоже, всякие сражения между дивами. Это все очень интересно, но хочется побольше описательных моментов каких-то. Тоже это полный восторг. Других слов не могу больше найти. И еще одна книга из этой подборки, прочитанного. Наталья Способина, ее цикл Истинное Волшебство, Дар Кащей. Я пока что прошел только первую часть. Сад Вия у меня лежит здесь на повестке дня. В отпуске собираюсь ее брать, обязательно читать. И это такое приключение небольшое. Буквально в 2-3 дня события здесь произвиваются очень быстро. Вот для меня это небольшой минус, что слишком быстро они подружились, все эти персонажи. Слишком концентрировано тоже очень много событий подряд происходит. Не совсем это убедительно. Не могу сказать, что достоверно, потому что все-таки это сказка, все-таки у нас здесь главная героиня. Она попадает в летнюю школу волшебства. И сразу же в первый день оказывается в 3-9 царстве. Мне здесь было интересно наблюдать за, во-первых, отношениями между персонажами, а во-вторых, за тем, как Наталья Способина сюда вплетает русский фольклор, русские сказки, русских персонажей, таких как, ну, во-первых, Баба-Яга, во-вторых, Кащей сам, здесь очень колоритный персонаж. Потом здесь Леший, всякие такие вот персонажи именно из русского фольклора. И очень мне эта история понравилась, во-первых, потому что она быстро читается, во-вторых, она без жести, без всякой какой-то такой грязи, как бы в фэнтезиатинах, как обычно в фэнтезиатинке происходит. Не напряжная, но при этом ты переживаешь за персонажей, за героев. Тоже красивое оформление очень. Опять же, это издательство Миф. Они большие молодцы. Мне очень нравится, как они издают. Свои книги. Сразу практически видно какие-то такие, ну, можно сказать, любовные интересы у персонажей. Пока что еще это не совсем так. Но уже видно примерно парочки. Не напряжная. Тоже дух приключений здесь присутствует. И это такой, такая литература, которую можно читать и детям, и подросткам, и взрослым. Потому что здесь нету каких-то интимных подробностей, нету, опять же, жести, кровавых каких-то моментов. Здесь все очень дозировано, все очень аккуратненько. Такая история. Вы знаете, ну, наверное, можно сказать, что в стиле Гарри Поттера, первых книг, но все-таки далеко не Гарри Поттера. Все-таки не тот уровень, здесь немного попроще все, но не менее интересно, скажу так. Очень мне понравилось. Обязательно в ближайшее время буду браться за продолжение. Ну, на этом у меня все, друзья. Пишите, что читали из этого, из этой подборки, и что понравилось, что прочитали вы за последний месяц. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. Всем пока!